Монголия импортирует большую часть продуктов питания, поэтому заболевания, связанные с пищевыми продуктами, присущие и жителям степной страны. Остеохондроз, злокачественные опухоли, язва желудка, ожирение все чаще встречаются в медицинских диагнозах. Переход на здоровые продукты пропагандирует российская компания «Компас здоровье». Производитель из Алтайского края выходит на монгольский рынок со своей линейкой товаров. Представитель научно-производственного объединения, врач-консультант Александр Догушев сегодня встретился с монгольскими партнерами и представил ассортимент компании. Я представляю компанию «Компас здоровье» город Новосибирск. Это крупнейшее российское производственное объединение, которое занимается разработкой рецептур и производством продуктов функционального питания. То есть функциональный продукт питания, что это значит? Это продукт экологически чистый, он безопасный и он полезен для здоровья. К сожалению, уровень заболеваемости различными заболеваниями, как сердечно-сосудистыми заболеваниями, как заболевания с сахарным диабетом, сейчас имеют очень большие показатели. Так вот, первоначально характером питания мы можем эту структуру понизить. Потому что мы занимаемся продукцией, которая делается из льна. Льон – это пищевая культура, при производстве которой, в частности льняного масла, в нем содержится очень большое количество омега-3 поленасыщенной жирной кислоты, которая входит в мембрану каждой человеческой клетки и делает ее более подвижной, такой мобильной. Это необходимо каждой клетке, чтобы в клетку поступали питательные вещества, а из нее выходили те вещества, которые клетка продуцирует. Компания «Компас здоровья» производит только натуральные продукты. По заключениям специалистов, такая пища оздоравливает организм и благотворно влияет на внешность. Научные разработки заинтересовали монгольских специалистов, поэтому в торгово-промышленной палате собрался солидный состав участников. Представители столичного управления специализированного контроля, Монгольской национальной торгово-промышленной палаты. Ее проекта «Органическая Монголия» – отдела промышленности и обслуживания администрации префектуры Боэнзург, Всемирной организации здоровья. «Есть мясо на протяжении всех четырех сезонов – это значит прокладывать себе дорогу к болезням. Российская компания предлагает Монголии продукты питания, безопасные с этой точки зрения. В их линейке источим мы и сами когда-то пользовались, но, увы, забыли. Их продукты кажутся мне нужными для нас, монголов. Я заинтересовалась и намерена сотрудничать». В Монголию импортируется много продуктов, но не все из них полезны для человека. Компания «Компас здоровья» выпускает свой ассортимент, основываясь на разработках новосибирских ученых, работающих в одном из крупнейших научных центров России. Пищевой лен, овес, крупы, которым все чаще дают предпочтение как здоровой пищи во многих странах мира, включая Германию, Канаду, Болгарию, выращивают в девственной природе Алтайского края, без применения каких-либо химических удобрений. Организаторы встречи надеются, что продукция новосибирцев, которая завоевала прочную репутацию не только в России, но и на мировом рынке, сможет пригодиться и монголам. Когда мы задавали на улицах вопрос нашим жителям Улан-Ватра, что вы едите, мы слышали один ответ – мы едим мясо. Но, наверное, это тоже сегодня не совсем правильно. Мы хотим жить долго, счастливо, быть красивыми, сильными, полноценными, зарабатывать много денег, а для этого нужно большое здоровье. И вот поэтому мы решили организовать такой круглый стол и эти вопросы обсудить, поделиться опытом, узнать сегодня, что едят в России, что едят в Монголии, то есть что мы можем предложить, либо что мы можем оценить. Всем известно, здоровье человека непосредственно связано с правильным питанием. Если современный потребитель будет выбирать здоровую пищу, то сможет создать залог для здорового долголетия.